МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День любви и верности и много других праздников. Поэтому это очень большой вклад вносит в целом в то, как живут люди в Владимирской области. На самом деле, по данным Организации Объединенных Наций и Всемирной Организации Здравоохранения, вклад вот этого стиля, образа жизни, это 60% успеха. И вклад в продолжительность жизни и в здоровье населения. Мы наблюдаем за тем, как видоизменяется система здравоохранения в Владимирской области. И это тоже не может не радовать, потому что вы начали с того, что обновили сельскую медицину. И действительно, 23 ФАПа и сельских врачебных амбулаторий, они просто выстроены. Там 70 отремонтированы. Вы обновили весь парк машин скорой помощи, больше 200 автомобилей, построили новые корпуса больниц, увеличили объемы высокотехнологичной помощи. И все это сказалось в том, что даже за один год, за прошлый год, 2017, общая смертность населения области снизилась на 5%. А младенческая на 14% за один год. И это уже 5,5%. Это вполне достойный показатель. А туберкулез, смертность от туберкулеза более чем на 18%, практически 20% за один год. И смертность снижается при всех основных группах заболеваний. И инфекционных, и неинфекционных. Я очень рада, что здравоохранение региональное имеет очень четкие, понятные планы, что и как нужно делать в ближайшие 3 года. Мы вместе будем работать. Я вот несколько слов об этом и хотела сказать. Мы все с вами знаем, что сейчас главная национальная идея развития Российской Федерации это сбережение народа, сохранение здоровья, увеличение продолжительности жизни. И впервые за всю историю нашей страны, и то советскую, и советскую, и постсоветскую, здравоохранение как отрасль, это не какая-то стала остаточная социальная сфера, которая всегда и финансировалась по остаточному принципу, и внимание ей удалялось по остаточному принципу. А это главная отрасль страны. От которой, от нас с вами, зависит выполнение всех основных задач сохранения великой, сильной страны. Население должно быть здоровым, счастливым, оно должно жить долго, и нам нужно к 30-му году войти в группу стран 80+. Что для этого нужно сделать? Это очень амбициозная задача, и мы уже об одной части этой проблемы сказали. Нужно сделать так, чтобы хорошо жилось, чтобы был веселый, хороший запал у населения, чтобы можно было интересно работать, а после работы интересно отдыхать, чтобы не было вредных привычек от просто безысходности и от тоски душевной. Вот это важнейший блок. И здесь уже вы на правильные рельсы поставили свой регион. Мы разработали, и уже сейчас отработали вместе с Владимирской областью, национальный проект здравоохранения. Он огромный национальный проект, который в себя включает 8 федеральных проектов. Из них 4 смысловых и 4 обеспечивающих. Вот один из важнейших проектов – это развитие первичной медико-санитарной помощи. Причем ясно, что мы в ближайшее время, вот скажем, во Владимирской области еще построим или, соответственно, заменим 23 ФАПа во всех населенных пунктах, где численность населения более 100 человек. Я скажу, что мы купим мобильные комплексы не менее 20 разных. Флюорографы, маммографы, комплексы для проведения профилактики и диспансеризации, передвижные ФАПы. Это уже заложенные деньги, эти заложенные, вы их получите уже начиная со следующего года. Но самое важное, что мы должны обеспечить. Мы должны вокруг каждого человека, проживающего во Владимирской области, настроить нашу систему. Каждый человек — центр Вселенной. И он каждый нам дорог. С момента вообще зачатия. Вот наша задача — сопровождать здоровье каждого человека, который проживает в любом населенном пункте Владимирской области. Для этого мы создали геоинформационную систему, которая меняет масштаб, и мы для каждого пункта населенного видим, какие есть медицинские организации, автоматизированная система считает плечо доставки учреждений первичного звена, учреждений второго уровня, которые занимаются жизнеугрожающими состояниями и так далее. Нам нужно вместе сделать так, чтобы доступность первичной помощи была абсолютной для каждого населенного пункта. Если населенные пункты совсем маленькие, там проживают менее ста человек, тогда мы должны иметь совершенно понятное расписание объездов вот этими мобильными комплексами, мобильными бригадами этих населенных пунктов с профилактическими осмотрами населения. В развитии первичного звена должна помочь информатизация и создание цифрового контура с подключением всех ФАПов к системе на основе единой электронной медицинской карты пациента. Перед нами стоит задача к 2024 году. Каждый человек, гражданин России, должен через портал госуслуг войти в личный кабинет пациента, открыть любые свои медицинские документы, запросить выписки, справки, записаться через этот портал к любому врачу, вызвать врача на адом и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы мы могли к этому подойти и ввести электронные документы об работе, электронные больничные рецепты и так далее, нам нужно в этом управлении во всей нашей стране двигаться и двигаться очень ритмично. Значит, к концу этого года все больницы и поликлиники будут подключены к широкополосному интернету. И основные опции, они должны быть уже внедрены. И с 2019 по 2022 год мы должны последовательно подключить 49,5 тысяч ФАПов из сельских врачебных амбулаторий и создать действительно вот эту большую медицинскую информационную сеть с особыми линиями передачи защищенными и с жесткой охраной персональных данных. Таким образом, вот по нашей первой программе вы уже активно идете, у вас хорошие результаты, и нам надо в этом управлении двигаться дальше. Что еще в эту программу входит? Безусловно, бережливые поликлиники, создание комфортной среды для пациента. И здесь вам есть чем гордиться. И мы сегодня с удовольствием смотрели поликлинику онкологического диспансера. Но за три года мы должны все детские поликлиники модернизировать по принципу этих лим-технологий или бережливых технологий. А, соответственно, до конца 2024 года мы должны и взрослые поликлиники модернизировать. Сеть экстренной помощи. Здесь я хотела бы отметить, что мы должны к 2020 году иметь центральные диспетчерские скорой медицинской помощи, связанные как с наземным транспортом, так и с санавиационным, если это необходимо. Это единая диспетчерская служба. И мы должны обновить все маршруты, как и куда должны госпитализироваться пациенты. Для нас чрезвычайно важно, чтобы при жизнеугрожающих состояниях инфаркта миокарда и острый коронарный синдром, инсульты, самое разнообразное, комбинированная травма, интоксикация, комы, неясные теологии. Мы должны понимать, куда этот человек должен быть доставлен. И это только учреждения второго уровня, межрайонные и межмуниципальные. Эту систему нужно еще раз посмотреть. И если есть необходимость в этом, с учетом ключа доставки, не более полутора часов, а лучше золотой час, ее нужно достроить обязательно. Вторая важнейшая программа – это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И с сердечно-сосудистой смертностью. У нас это первое место в структуре смертности населения. Около 50% всех смертей россиян – это причина смерти сердечно-сосудистых заболеваний. И, конечно, прежде всего, это профилактика, о которой мы уже говорили. Это и диспансеризация, и профосмотры, это и популяционные методы здорового образа жизни. Но, если случается сосудистая катастрофа, мы не всегда можем предотвратить сосудистую катастрофу, должен быть абсолютно выверенный путь этих пациентов. Значит, у вас 5 сосудистых центров. 4 первичных и 1 региональный. Значит, конечно, Александр Викторович, нужно еще посмотреть, нужен ли вам еще 6-й или 7-й, для того, чтобы, соответственно, ваше население могло в течение золотого часа поступать туда, где гарантированно могут оказать высоко квалифицированную помощь. Может быть, и не нужно. Значит, у вас уже 5 ангиографов. И есть ангиографы, в том числе, в сосудистых центрах. Я очень рада, что появился специалист по рентгено-эндроваскулярным методам диагностики и лечения. Ну, вы должны действительно сейчас себя проявить очень здорово в регионе, потому что мы ставим перед собой планку 60% всех острых коронарных синдромов должны в течение окна терапевтического быть стентированы. Ангиопластика, стентирование, эндроваскулярное лечение. И здесь есть над чем работать во всех регионах страны. В этом направлении надо будет двигаться. То же самое касается и инсультной службы, ангионеврологической. Соответственно, нам надо идти вперед. Вот в рамках ближайших трех лет вы получите большой ресурс финансовый на полное переоснащение сосудистых центров. В том числе тяжелым оборудованием. Компьютерные томографы для региональных центров, магнитно-резонансные томографы, ангиографы, нейрохеологические операционные, микроскопы, навигационная техника, реабилитационное оборудование и так далее. Все, что нужно для высоко классной помощи больным с острой сосудистой патологией. У вас это все будет. Если у вас есть необходимость, открыть еще один центр. Это нужно быстро сейчас организационно оформлять, чтобы и с ним вы могли войти в эту программу и оснастить его за счет национального проекта. Третья программа, о которой уже много мы говорили, это онкологическая программа. И сейчас мы находимся на территории хорошего онкологического диспансера с новыми и хирургическими, и радиологическими корпусами, прекрасно оснащенным диагностически. В чем суть программы? Суть программы заключается в том, чтобы была, во-первых, тотальная настороженность в первичном звене, и чтобы были созданы амбулаторные, межрайонные службы онкологические, которые бы позволяли за 14 дней поставить окончательный диагноз, включая не только наличие близких и отдаленных метастазов, но и морфология и иммуногистохимия. Мы пока не ставим обязательной генетику на этом этапе, генетика позже налога вне стационара. Но из шести цифровых позиций, кода онкологического заболевания, пять обязаны быть закрыты, за исключением внутриоперационных биопсий и морфологии внутриоперационных. Значит, вот, по сути, эти службы, они должны быть просто организованы на базе хорошо развитых либо ЦРБ, либо поликлиник городских и так далее. И вы должны снизу концентрировать для того, чтобы очень быстро можно было устанавливать диагноз этих больных. Чтобы было проще, мы создаем референс-центры, центры второго экспертного мнения по МРТ-КТ, по морфологии иммуногистохимии и по генетике. И мы уже сегодня вспоминали нашего главного специалиста-морфолога Георгия Абрамовича Франко. Он входит в тройку ведущих в мире морфологов. Значит, вот он непосредственно будет работать с вашим регионом. Причем мы отрабатываем ДИЧЛ почту для того, чтобы можно было быстро стекла отправлять и получать ответ. И цифровые изображения, цифровые сканы со всех приборов. А дальше? А дальше, в зависимости от того, какой вы диагноз поставили, мы должны твердо знать, куда направить такого пациента. В большинстве случаев уровень вашего диспансера будет достаточен. Но не во всех. Потому что, если, скажем, речь идет о меланомии глазного яблока, спасти человека можно только с помощью протонного ускорителя. И поэтому отдельные опции, которые очень, безусловно, дорогие, но они бесплатные для пациентов, и для них будут прописаны конкретные показания к направлямам, они будут работать для всей страны. И для вас. И у вас это относительно недалеко. Это и Обнинск, и Петербург. И в декабре мы открываем огромный медицинский ядерный город, даже не центр, в Димитровграде. И там будет четыре протонных ускорителя, там будет огромный радиологический центр и так далее. И вот налаживание этих контактов с тем, чтобы понимать, и чтобы каждый больной не терял время. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что такое онкология. Здесь, к сожалению, очень, как бы, можно быстро упустить возможность. Вот вся эта цепочка должна помочь, оказывать помощь на самом высоком уровне. Я хочу вас поздравить с вашими достижениями. Скажем, вы 40% в ранней выявляемости онкологических заболеваний скакнули на 53,5. Это колоссальный совершенно прыжок. Но, так же, как во всем мире, мы хорошо выявляем визуализирующиеся опухоли. Или то, что легко обнаружить. А печень, поджелудочная железа, желудочно-кишечный тракт, это то, во всем мире здесь как бы запущенность много выше, чем у других локализаций. Нам надо работать. И для того, чтобы врачи, которые работают, и не только врачи, а фельдшеры, фапов, могли ориентироваться и не пропускать первые признаки развития онкологического процесса, полтора года назад была разработана удивительная, очень, как бы, такая доходчивая, прекрасная, иллюстрированная программа повышения настороженности к онкологическим заболеваниям. Вот из всех 85 регионов с первого раза только 40% врачей первичного звена смогли справиться с теми очень несложными тестами, которые были заложены в эту программу. Но сейчас уже более 80% участковых терапевтов сертифицированы по этой программе. И наша задача в каждом регионе страны провести через эту программу и терапевтов, и педиатров, и врачей общей практики, и узких специалистов по разным профилям. Мы увеличили число лекарственных препаратов, которые будем использовать со следующего года. Все, что есть лучшее в мире, включая таргетные препараты, у нас все будет. Президент одобрил 70 миллиардов рублей дополнительных денег только на химиотерапию на следующий год. Мы вообще закрываем проблему с химиотерапией. Значит, и количество необходимых курсов. Если их нужно 10, значит, должно быть 10. А не 9, а не 3. И препараты не самые дешевые, которые вроде как тоже сработают, а то, что конкретному больному по его морфологическому и иммунно-бистохимическому коду подходит. Четвертая наша программа детство и развитие детской инфраструктуры. Вот здесь хочу сказать, что мы поддерживаем обращение Владимирской области во-первых, о создании еще одного перинатального центра. По-моему, это Ковров, да? Да. в Коврове. Значит, перинатальный центр, это будет реконструкция терапевтического корпуса, вакушерский корпус, но современная, с возможностью выхаживания детишек с экстремально низкой массой тела. И сейчас рассматривается вопрос о создании инфекционного детского корпуса при детской областной клинической больнице. Давайте за это аплодируем. В этом направлении мы однозначно будем двигаться. Дети наши, будущее, мы все сделаем, чтобы мы могли оказывать высококлассную помощь нашим детям. И, как я уже говорила, детские поликлиники, они входят в этот проект в Владимирской области. Вот, если я не ошибаюсь, ежегодно будут получать по 107 миллионов только на обновление поликлиник детских в регионе. Сейчас вкладываем беспрецедентные ресурсы в развитие вот этого кадрового направления. Мы увеличиваем количество бюджетных мест и специалитет в вузах то 5-6-летнее образование и на будущий год у нас уже бюджетных мест будет 22,5 тысячи в год. Мы увеличиваем число бюджетных ординатур и мест ординатур. Причем не просто резко, а в 2,5 раза. Вот у нас позапрошлым году было 4 тысячи этих мест, а на будущий год у нас будет уже 11,5 тысяч. И таким образом мы создаем возможность покрыть все дефициты отраслевления. У нас нет с вами обязательного распределения, но у нас есть уже отработанная и работающая очень эффективно система целевой подготовки. эффективность по прошлому году достигла 90%. Нам надо иметь заказ от региона совершенно как бы обоснованный опять-таки под каждую медицинскую организацию, по каждому профилю. Нам на своде надо понимать, кто вам нужен. И через 2 недели мы проводим повторные совещания с ректорами, на которые будут приглашены все региональные министры и все территориальные представительства Рознравнадзора, мы создаем кластеры регионально-вузовские для того, чтобы за вас отвечали конкретные вузы и вместе с вами обеспечивали устранение этих диспропорций, которые в отрасли есть. Если говорить про ваш регион, нам нужно достаточно серьезно нарастить кадровую составляющую. Главная проблема первичное звено. на втором месте скорая помощь, анестезиология и реаниматология, ну и ряд других специальностей. Вот это то, без чего мы с вами просто двигаться не можем. Поэтому и главные врачи, и руководство всего Минздрава региона должны не просто работать с вузами и сидеть на распределениях, а просто знать каждого человека, который идет на вас. Значит, он должен после первого курса уже приходить и участвовать у вас в практике, после третьего курса уже работать медсестрами, потому что у них появляется сейчас такая возможность, и потом приходить на подготовленные места. Эта работа, она должна получить совершенно вот такое мощное звучание. Задача стоит перед нами очень амбициозная. У нас во Владимирской области, как и во всей стране, должно быть лучшее в мире здравоохранение. И мы очень быстро идем в этом направлении. поэтому просто избавиться от каких-то комплексов или психологических барьеров и понимать, что мы все равно это сделаем. И работать с теми людьми и хорошо принимать молодежь, наставничество. Нужно обязательно его восстановить. Вот эти ребятки, которые будут приходить, они же дети практически, что такое 22 года, которые заканчивают институты. Мы их призываем к тому, чтобы они приехали. это же не только ваши жители исходные, из других регионов, из семьи и так далее. Значит, их надо принять, должен быть старший друг и наставник, и нужно, чтобы им было комфортно у вас. Это зависит не столько от Светланы Юрьевны, которая все для этого делает, сколько от вас. Как вы душевно примите, и какую вы вокруг них создадите атмосферу. Редактор субтитров Корректор А.Егорова